Всем привет! С вами Вальфрам, первый ярославский видеоблогер. По многочисленным просьбам зрителей канала, буду делать сегодня перцовку. Поначалу я перцовку хотел сделать. У меня висели стручки красного перца. На даче выращенные. Висели-висели, вроде в хорошем состоянии. А сейчас решил их глянуть. Короче, то ли из-за неправильного хранения или сушения. Покрылись все плесенью, пришлось их нахрен выкинуть. Перец такой, видать, сорт хороший. Он такой не особо жгучий. Такой какой-то средней жгучести. Я его в блюда всякие добавлял. В окорочка, в тушеную капусту, картошку. Вообще замечательный такой перец был. Ну, пришлось его выкинуть. Посмотрел, поискал. Там, в принципе, перцовки делают в основном на основе жгучего, вот этого красного перца и черного. Ну, красный перец, значит, молотым заменим. Вот он. Новый пакетик. Добавлю. Вот еще и перец черным горошком. Буду все делать так вот, как говорится, на глаз, без какого-либо рецепта. И еще решил добавить ягоды боярышника. Вот он, боярышник. Так выглядит сушеные ягоды боярышника. И мед. Вот, мед. Еще добавлю мед из Беларуси. Не какой-нибудь там где-то купленный в каких-то подворотнях, на каких-то выставках или еще где-то. Настоящий мед из Беларуси. Настоящий, действительно. Да, такой-какой-то светочный запах. Ну, первым делом я, конечно, разберусь с боярышником. Еще вот посуды-то нет. Вся на даче осталась. Удобно, конечно, во всяких там трехлитровых или еще каких-нибудь таких банках делать настойки. Ну, в этот раз вот делаю вот в такой бутылке с бугельной пробкой. Ну, вот и все. Добавил. Так, мед я буду разводить в этом, в кружке. Добавлю одну столовую ложку этого меда. Вот так вот. Самогон у меня сорокоградусный. Я уже развел его предварительно. Так, перцем. У меня перец. Черный. Черный перец. Черный перец. Да много я не буду варить, сколько горошин-то. Вот столько добавлю. Штук, наверное, восемь тут. И на кончике ножа, наверное, обычно добавляют, да. Во всех этих рецептах добавьте на кончике ножа перец. Или там, что еще там, соль. Нет, соль нет. Соль добавляют там ложки. На кончике ножа. Ну, сколько добавится. Ну, вот столько добавлю. Вроде ничего. Так. Оп. Нормально. Пошел перец. Так. Затем мешаю. Мед плохо размешивается. Закрываем. Протрясем сейчас все это дело. Я думаю, настаиваться для начала будет неделю. Вот, потому что тут перец все-таки вот это все дело. Как оно тут будет. Если что, можно будет добавить перца. Или долго не настаивать, чтобы особо она такая перченая не было. Настойка. Так. Пока запах самогона. Ничего, ничего нет. Ладно. Ждем, значит, неделю-две. Прошло 10 дней. Вот, настаивалась, значит, настойка. Кое-какая часть ягод боярышника всплыла. Вот, другая часть осталась внизу. Настойка мутная. Ну, я так периодически встряхивал. Сейчас я ее процежу через двойной слой вискозы. Вот такой вот. Это обычные такие полотенца вискозные, которые продаются. Такой что-то небольшой запах перца ощущается. И меда процеживаем, значит. Такая будет промежуточная дегустация этой настойки, чтобы понять, какой у нее хоть вкус-то. Можно ее пить-то или нет. Вот, я дольше не стал ее настаивать, потому что это все-таки смысла, наверное, не будет иметь ее месяц настаивать, или два месяца и три месяца. Вот, буквально 20 грамм я попробую. Вообще, что ожидаю я сейчас, в данный момент? Ну, что будет такой легкий, легкий такой аромат перца. Особо, чтобы она не была жгучая. Вот, чтобы не продирала вот так вот. И, ну, медовый какой-то вкус такой сладковатый. Но он будет сладковатый привкус, потому что я добавлял мед все-таки. Наверное, из-за меда она в большей степени не такая мутноватая. Мед дает мутность настойкам. Ну, что могу сказать. Перцовки я раньше никогда не пробовал. Вообще, такая чуть выше среднего такая обжигаемость вообще вот этих вкусовых рецепторов. Наверное, это действительно перцовка получилась. Я так думаю. Неплохая вполне. Ощущается небольшая сладость. Небольшая. Вкуса самогона даже вот что-то даже не ощутил. Вот этого спиртового самогонного вкуса не ощутил. Кстати, если вы обратите внимание, что я немного шепелявлю там или еще что-то, я зубы ремонтирую. В связи с этим, да, у меня такой, наверное, говор проявляется. Шепелявый такой какой-то. Да, вот я это замечаю, значит, наверное, и вы ее заметите. Ну, что могу сказать. Надо ее отстаивать. Эту настойку еще я ее беру в холодильник. Она отстоится. Ну, выпадет в осадок вот это вот все. Вот вся эта мутная часть. И еще раз надо будет ее попробовать. Финальное тестирование, дегустирование, значит, это перцовки. Я даже лейбак приклеил. Она в холодильнике отстоялась. Вот там внизу небольшая взвесь такая. Вот все, что нужно, отстоялась. И сверху чистое. Ну, такого она, конечно, чуть-чуть мутноватого цвета. Это все-таки, как я говорил, мед дает такую мутность. Давайте попробуем. Как она, эта перцовочка? Холодненькая. Ну, нет, можно сказать, никакого такого спиртового, самогонного запаха. Запах меда и все. Такой какой-то сладковатый запах. Так вот можно выразиться. Да, вот так как вот глотаешь. Сначала сладость, а потом послевкусие, такое перечное послевкусие. Вообще, очень даже неплохая настойка. Но меду бы я добавил, наверное, чуть-чуть поменьше. Хотя, в принципе, это во всех рецептах постоянно добавляют. Мед, сахар в больших количествах. А я не особый любитель вот этих, чтобы в алкоголе присутствовала сладость. Ну, вообще замечательно. Даже алкоголь вообще не чувствуется. Как будто выпил какой-то такой, не знаю, взбитень или еще что-нибудь там с перцем-то. Или Глент Вейн безалкогольный. Вот со специями вообще алкоголь не чувствуется. Вообще не ощущается никак, можно сказать. И закусывать даже нет такого желания. Это уж я так. Потому что есть, захотел. Вот и я макарачок. А не потому что мне хочется закусить. Достойный, достойный получился напиток. Да. Именно как я хотел. Я все волновался, переживал, что как бы он не получился, чтобы там слишком много перца было. Вот что раз так проглатываешь и все дерет. А здесь такая получилась золотая середина, можно сказать. Такой средней перчености получилась перцовка. Но я так думаю, надо будет все-таки раздобыть красного перца. И сделать перцовку на красном перце вот на этом. Потому что, ну хотя я тут добавил молотый красный перец. Но надо на сушеном перце. С вами был Вальфрам. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. И дальше будет интереснее. С вами был Вальфрам.